Я представляю Центр детской онкологии и гематологии, который находится в городе Екатеринбурге. История Центра достаточно интересна. Он был создан в 1992 году на базе отделения гематологии областной детской больницы. Выступали одним из создателей этого Центра, немецкий благотворительный фонд КЭР и почетный профессор Висенского университета Фринц Ламперд. В 1993 году была открыта лаборатория ИФТ и цитогенетики. Было несколько благотворительных велопробегов, которые организовывал профессор Ламперд. И все деньги шли непосредственно на создание Центра, на создание лаборатории. В том числе и в дальнейшем была создана еще и лаборатория иммуногистохимии. Что представляет на данный момент наша лаборатория? Она называется лаборатория молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии. Она представлена цитогенетикой, инфлюорцентной гибридизацией, гистологией и иммуногистохимии, ПЦР, циквенированием, шлиотипированием и проточной цитометрией. Все дети, которые обследуются в нашем Центре, в том числе и взрослые, которые материал проходит через наш Центр, имеют следующие визы исследований. Непосредственно приступаем к теме доклада. Что такое остроликоз? Все знают, что остроликоз – это клональное онкологическое заболевание, первично возникающее в костном мозге в результате мутации стволовой клетки крови. Следствием мутации является потеря потомками мутировавшей клетки способности к дифференцировке дозрелых клеток крови. Субстратом острых ликозов являются бластные клетки. Остроликозы подразделяются на лимфобластные и милоидные. Здесь представлена классификация острых лимфобластных ликозов ВОЗ-2022 год. Введены уже новые критерии. Это BCL-ABL-подобный ликоз. И среди тельмфобластных ликозов лифом остался тельмфобластный ликоз. Без специфических характеристик. И введена новая нозологическая, скажем, единица окончательно принятая. Это ЕТП-АОЛ. То есть это ликоз из ранних беклеточных предшественников. Мы обо всем об этом поговорим более подробно. Вообще генетические подтипы острых лимфобластных ликозов из беклеточных предшественников достаточно многообразны. И они тоже играют в выживаемости у разных пациентов. Ну, например, если у пациента определяется ПИЧ-хромосома, это не самый неудачный вариант. То есть очень низкая выживаемость, малое бессобетельное событие. А если у пациента определяется ДАКС-4, то это наиболее благоприятный пронос. Даже не плохим, ну, хорошим прогнозом обладают 12-21 трансфокации. Что мы исследуем? Мы можем, в принципе, на проточной цитометрии исследовать образцы любых жидкостей, которые содержат клетки. Но для типирования острого ликоза обязателен образец пунктата костного мозга. Бывают, конечно, крайние исключения, даже в том числе и у взрослых пациентов, когда абсолютно сухой пунктат. Но мы тогда вынуждены уже довольствоваться тем, что нам принесут. Но по всем международным протоколам для типирования необходим пунктат костного мозга. Диагностическая панель, которую мы используем для диагностики. Мы не используем все моноклональные индикила, которые у нас есть. У нас двухэтапные. Это первичная панель. То есть первая пробирка – это мы на Т-линейные, на Б-линейные варианты. Вторая – это мелоидные и стволовые клетки. И третья пробирка – это уже цитоплазматические антигены. И в зависимости от результата, который мы получаем после проведения первичной панели, мы используем дальнейшую для Б-линейной дифференцировки моноклональные антикетила. Ну вот это стандартные вещи. И вот эти последние две пробирки – это собранные антигены, которые будут иметь значение для определения предположений тех или иных транслокаций, которые наиболее встречаются при тех или иных вариантах. При этой линейной диагностике тоже относительно стандартная панель. Вот. И в зависимости. И методика. Значит, вообще по поводу методики, если вот брать все методики частей групп нашего лаборатории, это самая, ну, с моей точки зрения, простая методика, которая требует просто очень корректного выполнения. Ну, первая, самая, одна из главных вещей – это корректная маркировка пробирки. Почему? Потому что я сталкивалась с тем, что когда присылали на референс файлы, пробирки были промаркированы 1, 2, 3, и оказывалось, что просто они были перепутаны. То есть, в пробирку 1 были внесены моноклоны из пробирки 2 и так далее. Мы все пробирки подписываем, то есть указываем моноклональные антитела, дабы не перепутать, что лаборант капает и каким образом капает. Второй, один из важных компонентов, это соблюдение частоты наконечника для каждого реагента и образца. Почему? Потому что если наконечник лаборантам был не сброшен, и этим же наконечникам, где такое моноклональное антитело, вы в одну флакон нанесли, и этим же наконечникам залезли в моноклональное антитело другого, то результат у вас будет совершенно такой, кажется, образный. Следующее, добавим не следуем образца. Очень важно, если вам необходимо определить иммуноглобулинные легкие цепи, как на мембране в цитоплазме, необходимо минимум дважды отмыть образец. Это необходимое условие. Если лаборант или вы это не сделали, то вы получите априори ложный негативный результат, потому что у вас все моноклональные антитела свяжутся с тем, что плавает в принципе в этом образце. Я не прописала специально условия инкубации, потому что встречается, что в зависимости от того, какие моноклональные антитела, условия инкубации могут быть несколько различны. Затем внесение раствора для изолитроцитов. Обязательно нужно отмыть от этого раствора. И добавляем 0,5 мл раствора для работы с клетками и уже анализируем на проточном цитометре. Это все касается мембранных, для определения мембранных антиген. Если же вам необходимо цитоплазматически определить и ядерные антигены, то к этому еще добавляются этапы инкубации либо с однокомпонентным раствором примобилизирующим, либо с двухкомпонентными растворами А и В. Моноклональными антителами и дальше отмывка. Все. Значит, проверки готовы для записи. Вы производите запись по поводу того, сколько надо копить вообще количество, сколько надо накапливать событий для анализа. Но с нашей точки зрения наиболее удобный вариант это 30 тысяч клеток. Потому что 10 тысяч мало, 50 уже вроде как бы много, 30 тысяч это то количество событий, анализируя которых вы в принципе не пропустите какие-то микроклоны и сможете получить совершенно адекватные картинки. Следующим этапом это очень важно это гетирование бластных клеток. У нас в каждой прибирке находится CD45, потому что, как правило, как правило, можно по CD45 достаточно хорошо выделить бластные клетки. Она может быть вот такой, может быть вообще отсутствует CD45, может быть 45 димбласты. и уже потом прямым гетированием вы выделяете уже какие-то специфические линейные антигены. И вообще надо понимать, что задача иммунофенотипирования это описать антигенный состав опухолевой клетки. Все микроокружение, другое, оно интересно, но постановка диагноза будет зависеть от того, насколько вы корректно описали этот антигенный состав. Если же по какой-то причине, по CD45, как, например, вот представлено на образце, выделить бласты не получается очень четко, мы применяем обратное гетирование, когда выделяем сначала какие-то специфические линейные антигены, и затем уже выделяем по CD45. И в принципе, когда пишем заключение, мы указываем ту область, с которого мы анализируем и уже описываем ее антигенный состав. Значит, ну вот здесь схема развития B-клетки от самой ранней, от стволовой до зрелых вариантов. Несмотря на то, что я вам показывала классификацию по ВОЗовской, там надо понимать, что это сочетание уже нескольких методов исследования, по иммунологии, мы все-таки пользуемся классификацией G для как B-клозов из B-линеевых предшественников, так и из иринейных. B1 по этой классификации, такое название по B. Ну, вообще, опять же, мы рекомендуем все-таки называть B1, B2, B3, B4, потому что достаточно часто бывает, допустим, B2, некоторые называют Common, других называют Pre, Pre, B, вот, чтобы не было этой ботинности, вот такая классификация с нашей точки зрения на не более удобна. B1 мы ставим в том случае, когда есть CD79 в цитоплазме, CD19, и может быть, может быть, то или небольшое количество CD22. Но при этом нет CD10, нет ни капы, ни лямбды в цитоплазме, нет ЭГМ и на вебране. B2 в том случае, если к данному набору антигенов присоединяется CD10, и при этом также нет ни капы, ни лямбды, ни ЭГМ. B3 в том случае, если появляется капа или лямбда в цитоплазме, то есть должна быть клональность, но нет ЭГМ и на вебране. B4 в том случае, когда есть ЭГМ Все остальные антигены недостаточно вариабельны и не будут внести какой-то нагрузки для определения варианта болинейного лейкоза. Сейчас мы переходим к примеру. В принципе, у меня была диалемма, как сделать презентацию. Я решила, что я ее сделаю в виде большой шпаргалки, которая будет интересна для тех, кто только начинает, и у кого не такой большой опыт, и для тех, кто уже достаточно много работает. Потому что мы сюда несли часть антигенов, которые будут интересны при каких-то генетической патологии. Вот первый пример. CD45+, 19+, NG2. То есть NG2 у нас несем в нашу первичную панель, это нейроавликан. Как правило, при его определении мы видим какую-либо патологию 11-х хромосомы. И это все связано с моими лейкозами, которые чаще всего, конечно, бывают у детей до года. Но, к сожалению, бывают в том числе и у взрослых пациентов. CD34 ярко, 79А. CD22 достаточно гидрогенно. 58, 38, яркость CD9, CD44, частичность 304. Значит, у этого пациента поставлен диагноз B1 NG2+. Представлен кариотип. То есть, когда мы видим NG2+, то есть, я повторюсь, предполагаем патологию 11-х хромосомы. И кариотипом подтверждено, что это транслокация 4.11 с 4 на 11 хромосомы. Подтверждено это также методом ФИШ. Вот это вот зеленое и красное – это нормальные хромосомы. И когда происходит слияние, это говорит о наличии транслокации. И методом ПЦР. Отрицательный контроль положительный. И кровь, и костный мозг данного пациента. Следующий вариант. CD45D, CD19, яркость NG2+, наличие CD79 от цитоплазмы. CD22 практически отсутствует. Яркость CD58, CD38, гетерогенность CD9 и CD44. Методом ФИШ получена транслокация 9.11 и подтверждено методом ПЦР. То есть диагноз этого пациента – это B1, AL, NG2+, это на основании GIL классификации. И на основании Лозовской вот эти транслокации. Следующий вариант. Тоже CD45D, но в основном при B линейных мы видим 45D. Никогда не встречали, что было 45 минус. Яркость CD19, гетерогенность NG2. И здесь появляется такой хвост CD10. Но всегда, опять же, возникает диалемма, когда нам расценивать, что это B1, B2, или это B2, или это все-таки B1. В принципе, есть достаточно аргументированная статья в лабораторной службе 2019 года Попова. Попова как раз там четко обговаривается, с какого процента мы считаем B2, с какого процента мы считаем, что это B1. Если вы видите CD10 уже более 30%, то надо все-таки склоняться в сторону более зрелого варианта лейкоза. В данном случае здесь всего 18%. Яркость CD34 и появляются миелоидные антигены. Никогда не надо пугаться, не удивляться и думать о какой-то линейности второй, если есть экспрессия миелоидных антигенов. CD79А, видите, абсолютно отсутствует CD22, CD58 уже гетерогена, CD38, при этом нет CD9 и CD44. То есть это диагноз звучит B1, AL, NG2+, C33+, и здесь уже транслокация 11-19 хромосомы. К сожалению, кариотипа нет, но это очень часто бывает при выринении гликозов, потому что нет методической активности. Диагноз транслокация методом ФИШ и методом ПЦР. Тоже вариант B1, тоже CD45, DIMM, ярко CD19, CD10, небольшой процент, который не переходит 20. И если те предыдущие случаи, это были в основном касались детей до года, то это уже более взрослые пациенты. Мы видим, что при NG2 это необязательное наличие при B1. Мелоидные антигены, 13, 33, ярко 34. Уже видим CD22 достаточно ярко на мембране, которое как раз будет косвенным признаком, что NG2 скорее всего нет. CD9, CD44, 58 и 38. Транслокации здесь уже 11-й хромосомы нет. Есть просто дериват, видите, отсутствует третья хромосома и присоединилась А12. То есть диагноз B1, CD33+, CD13+. Одна тоже достаточно интересная группа B-лейкоза, для которой характерно отсутствие NG2. При этом есть мелоидные антигены 33, 13, 117. CD10 либо отсутствует, либо в небольшом проценте до 20. Наличие CD22. И вот эти лейкозы, они показывают вот такую вот специфическую транслокацию. Причем, значит, прогноз будет зависеть от того, какой второй антиген присоединился к ZNF 384. Потому что при случае одного антигена это более благоприятный прикос, при случае другого это более отрицательный. То есть это лейкоза B1 с мелоидными антигенами, но отсутствует NG2 и транслокация. То есть получается B1 мы ставим, еще раз повторяю, в том случае, когда есть у нас CD79 ацидоплазмин, наличие CD19. Возможная экспрессия CDNG2 и измененная экспрессия по CD22. Но нет, CD10 в диагностическом значенном проценте. Когда мы готовили по B2, попытались найти, несмотря на то, что это самая, пожалуй, большая группа детей, попытались найти какой-то нормальный такой B2, который без транслокации. Ну вот нашли один единственный, к сожалению, опять же, коротипа у него нет. Но хотя бы у него нет ничего из тех транслокаций, которые у нас делаются. Итак, B2 CD45+, 19, яркая десятка, возможно, экспрессия CD34, CD79А, уже яркая CD22, CD20 частично, 38, 44 и 9. То есть просто B2 никаких цепей в цитоплазме и на мембране ГЭМа данного пациента не определено. Одна из самых больших групп при B2, причем мы сначала ее предполагаем по иммунофенотипированию, это CD45, либо DIM, либо может быть гидрогенно, либо вообще отсутствует. Наличие CD19, и первый признак это очень яркая CD10. 34, либо плюс, либо гидрогенно, обязательная экспрессия CD13, CD33 и часто CD117+. CD79 в цитоплазме, CD22, 58, 38, отсутствие CD44, наличие CD27 и 304 и отсутствие CD9. Когда мы видим вот такой фенотип, мы предполагаем, что это 12,21. И, собственно говоря, это подтверждается. И в онкогематологии вышла большая статья, которая как раз описывает особенности иммунофенотипа у деток с острым лимфобластным гликозом и наличие 12,21. Одна из особенностей главных это яркая десятка, наличие милоидных антигенов, и если у вас есть возможность дополнительных антигенов, это наличие CD27, отсутствие 44 и 304. Наше предположение было подтверждено в том числе и методами ФИРШ, то есть опять красно-зеленые по отдельности это нормальная хромослома. И то, что произошло слияние, это как раз патология методом ПЦР. Следующий вариант, значит, CD45D, 19, 10, то есть это предполагаем, что это B2, наличие CD334, 79, афцитоплазмин, 22, CD58, яркая двадцатка, CD38. Появляется CD66C, частично CD304, 28, 9, самое главное, вот у этих больных мы видим яркую CD86 и CD123. Видя такую экспрессию, мы предполагаем гиперплейдию, причем не просто гиперплейдию, не низкую, а высокую гиперплейдию. И действительно у этого пациента высокая гиперплейдия, это от 51 до 60 хромосом, то есть гиперплейдия по ФИРШу 4, 10, 17, видите, в клетках прямо нафаршировано. И 12 и 21 хромосомы. Несмотря на такое название, высокая гиперплейдия, это один из благоприятных прогнозов для пациентов. Следующая по группам B2, достаточно своеобразным CD45, CD19, 10, 34, 79, афцитоплазмин, 22, 58, 5, 6, 7, 20. Не всегда бывает CD38, яркая 304, CD9, 44. И это называется монокон-CELP-рецептор, то есть это рецептор к СРЛФ-антигену. Значит, это ФИРШ, таким образом, чем СРЛФ вот этот антиген, он неудачный, потому что он указывает косвенно на бисеррабл лейкозы, для которых характерна экспрессия профильгенов как при 9,22, но при этом 9,22 не обнаруживается. И, значит, мы когда видим, у нас когда была возможность, мы сортировали эти клетки и уже дальше смотрели у нас методом ПЦР, дабы посмотреть вот этот профиль антигенов. Крайне неблагоприятный прогноз, к сожалению, для пациентов. Значит, следующий вариант острова лейкоза, B2, то есть 45, 19, 10, 30, 4, 70, 9, ацитоплазм, CD22, 20. Как вы видите, при B2, 20 может присутствовать, это ни в коем случае не будет указывать на какой-то другой вариант, если у вас нет каких-то других антигенов, указывающих там на B3, B4, CD38, наличие 66C, CD304, 9, 27 и CD44. И вот кореотип данного пациента. И это как раз тот вариант, когда было обнаружено 9, 22, особенность, это крайне неблагоприятный прогноз, они очень плохо выходят в ремиссию, то есть мы очень долго определяем минимальную остаточную болезнь. И помимо полихимиотерапии, они теренинкиназу получают рецепторы для того, чтобы вот как-то справиться с данной патологией. Еще один подвариант, достаточно интересный, 45, 19, 10, и первичную панель мы видим CD2. CD34, 22, 44 и 371. Значит, это достаточно интересный вариант, он благоприятный. И вот такой фенотип B2, CD2+, 371+, характерен для транслокации DAX4. Но, к сожалению, у нас она не выполняется, достаточно сложная методика по ПЦР. Но, тем не менее, такой вариант есть. То есть мы закончили с B2, то есть надо понимать, что если мы имеем джинкосификацию, то B2 мы ставим в том случае, когда у нас уже появляется CD10, но при этом нет ни капы, ни лямбда в цитоплазме, и нет ЕГМ на мембране. Б3. Вот здесь как раз видите, гетирование по CD45, потому что процент властных клеток не так велик. 19, 10, экспрессия CD13, 79А, CD22, 38, 44 отсутствует, хотя 44 как-то более характерно для более зрелых клеток. Наличие CD304, CD27 и капа в цитоплазме. Наличие этих антигенов говорит о том, что у нас 12,21 транслокации, которая подтверждена методом ФЕШ, а наличие капы в цитоплазме позволяет нам поставить диагноз B3, ОЛ, CD13+. Также встречается B3, уже 45, немножко выглядит по-другому, ярко CD22, отсутствует абсолютно CD34. И это, пожалуй, один из редких случаев, когда мы увидели, что ЭГМ в цитоплазме присутствует. То есть, есть очень слабая лямбда в цитоплазме и присутствует ЭГМ в цитоплазме. Обычно мы видим какую-то из легких цепей, ЭГМа мы не видим. SLP рецептор 66C, диагноз B3, CRF2+. B4. Мы помним, что B4 мы можем поставить только в том случае, если у нас домепрание ЭГМ. При B4, как правило, клетки после CD45 не всегда получается идеально выделить, потому что они как и сидят на лимфоцитах. И часто используем метод обратного агитирования. Здесь основным антигеном, если есть CD10, может для агитированного выступать CD10. CD19+, 79, ярко CD22. И что ярко CD20, 38. Есть каппа на мембране. Лямбда отсутствует. ЭГМ на мембране. И, ну, так, скажем так, настоящий B4, он CD58-. Трансфакаса определена 8.14. Вот еще вариант B4, он не совсем стандартный, потому что CD45 располагается в области ДИМ. Есть CD20, лямбда, ЭГМ. Отсутствует CD44. Нет CD58. И при этом варианте у пациента 8.14 не было определено. Так, мы закончили... Так, я что-то запуталась. Как мне вернуться обратно? Скажите. Да. Которое отменение дифференцировки. Ключо. Нет, это наоборот. Еще раз. Еще. Да. Значит, мы закончили П-линея нивыкоза. И переходим к Т-лине. Это схема развития Т-линея нивыклетки. Классификация острых нивыкопластных гликозов для Т-клеточных предшествий, как фенжил. Т-ген мы ставим в том случае, если есть CD3 в цидоплазме, CD7+. Но отсутствуют эти антигены CD2, CD5, CD8 и отсутствует CD1A. Т2 вставим в том случае, если к данным антигенам присоединяется что-то из этих, но при этом нет CD1A мембрана. Т3 ставится в том случае, если есть CD1A. И уже экспрессия других антигенов не имеет особой роли, потому что Т1 именно ориентирован на наличие CD1 антигена. Т4. Казалось бы, самый относительно простой вариант. Но проблема в чем? Потому что, в принципе, по G-л классификации, если вы видите CD3+, CD1A-, причем CD3+, на всех клетках, и даже в БНЕ это приписано, то, в принципе, можно поставить Т4. Но, если вы не видите ТЦР-рецептора, ни Альфа, ни Бета, ни Гамма, ни Дельта, то Т4 вы, к сожалению, поставить не можете, потому что наличие CD3 на мембране не является показателем стопроцентной зрелости клеток. Я сразу перехожу к критериям ИТП. Просто мы случайно выяснили, что, оказывается, для взрослых глиматологов ИТП – это открытие этого года. Хотя, в принципе, ИТП уже было описано в 2009 году. И, в общем-то, в детской практике, ну, во всяком случае, у нас, и у самих урагачевцев, в общем-то, диагнозы эти ИТП ставятся, ставились давно. Это крайне неблагоприятный вариант, который очень часто переключается на милоидный вариант. Вот, очень плохо выходит в ремиссию, то есть мы очень долго видим минимальную и остаточную болезнь. Критерии ИТП, они очень жесткие, и их надо соблюдать. То есть, когда мы ставим ИТП-вариант, то есть лейкоз из ранних двоклеточных предшественников, когда это Т-линейный островый инфобласт лейкоз, когда CD5 меньше 70% клеток, когда CD1А минус и CD8 минус клетки, и хотя бы один из указанных антигенов, мы определяем на опухолевых клетках. Это очень важно. Почему я сразу перешла к критериям ИТП? Потому что все попытки найти Т1, просто Т1, они потерпели неудачу. CD45+, 7+, CD3 в цитоплазме, ярко CD9, 99, нет ни 4, ни 8. В принципе, вот имея такой перечень антигенов, можно поставить просто Т1, но при этом экспрессия CD13, 117, HLADR. То есть, используя классификацию критерий ИТП, мы прописываем ИТЖ классификацию, то есть Т1, указываем экспрессию не специфицированных антигенов и обязательно указываем, что это ИТП. Потому что сейчас вообще речь идет о том, чтобы как-то изменить протокол при данном варианте ли был. Тоже случай достаточно интересный, он был описан нами. При первичной диагностике только CD45, в случае крупные клетки, только CD7. и незначительно неяркая CD3 в цитоплазме. Как раз очень часто признакам ИТП это неяркая CD3 в цитоплазме. Все. Историнения к антигенам больше нет ничего. Слово совсем. Экспрессия CD33, 117, 34, яркая опять же CD99. К сожалению, произошло достаточно быстрое переключение у этого ребенка на острове мелобластный линкоз. И на фоне химиотерапии мы ее, к сожалению, потеряли. И вот здесь вот представлена мутицветная фиш. То есть тут масса случайных перестроек. То есть видите, с 18-й хромосомы сел кусок на 12-ю, троение 12-й хромосомы. Вот достаточно интересный вариант. Но, к сожалению, для ребенка это был, в общем-то, прогноз неблагоприятный. Следующий вариант. CD45+, CD2+, CD99+, CD3 в цитоплазме+. То есть это классический был бы, ну это классический вариант Т2. Поскольку появилась CD2, но при этом есть CD13, CD34, CD117. И нет CD5, и нет CD8. То есть, опять же, пишем, что это Т2, указываем наличие экспрессии нетипичных антигенов. И обязательно указываем, что это по критериям подходит для ЭТП. Просто вариант Т2, то есть 45, CD7, 2, 3 отсутствует, хотя может некоторых вариантов быть. CD10, 13, 34, 33, не совсем ярко, CD3 в цитоплазме, 99, но при этом есть CD5, хотя нет, 4 и 8. Поэтому это Т2, экспрессии, милоидных антигенов, но под критерием ЭТП это не подходит. Один из самых любимых вариантов теринейных лейкозов, потому что 45 может быть любой, CD7 тоже, десятка, как правило, присутствует, тройка, либо отсутствует, либо ярко, двойка может быть, может не быть, может быть CD22, 3 в цитоплазме, достаточно яркая, может быть 8+, может быть 4+, могут быть ТЦР, альфа, бета или гамма, дельта, но при этом, если вы видите 1А в диагностическом проценте, больше 20, либо в таком варианте, либо в таком, либо ярко, ставите Т3, все остальное уже не имеет, собственно говоря, никакого значения. И следующий вариант, как раз CD4, то есть 45, как правило, яркость, CD7, CD2, яркая тройка, яркая тройка в цитоплазме, CD5, CD99, присутствует, CD4, но нет, CD8, но при этом есть ЦР, альфа, бета, то есть, видя такое сочетание, видим, что нет 1А, поставим Т4. Я еще раз возвращаюсь в диагностическом панели, потому что если у вас панель составлена некорректно, и вы не увидите какие-то специфические антигены, которые здесь, то вы дальше пойдете не совсем в корректном определять дифференцировку антигенов, результат будет, к сожалению, отрицательным. Наша лаборатория, у нас целых 34 сотрудника. Вот, ну все, спасибо за внимание. субтитры, субтитры,